Анна Дар В глубине штата Мэн, на берегу залива Атлантического океана, живет провинциальной жизнью большой, но уединенный городок Роар, в котором на протяжении трех десятилетий орудует серийный убийца, носящий прозвище «больничный стрелок». На его счету пять жертв, и он вышел на охоту за шестой. Однако на его пути внезапно возникают призраки его прошлых кровавых деяний. Поколение людей, чьи судьбы затронули его зверства. Получив свое распоряжение достойных противников, стрелок производит свой самый виртуозный выстрел. Вопрос лишь в том, в кого именно попадет его задержавшаяся во времени пуля. Основана ли данная книга на реальных событиях? Часть первая. Глава первая. Пейтон Пайк. 2 октября. 3.23. Самый темный час перед рассветом. Развязка страшной истории, взявшей свое начало 35 лет назад, уже пришла в движение. Но я пока еще ничего не знала об этом. По неизвестной причине мне плохо спалось всю ночь. И неожиданно пробудившись от беспокойного сна в начале четвертого часа ночи, я так и не смогла заставить себя заснуть повторно. Без единого движения, пролежав 20 минут в кромешной темноте в постели, сознательно обновленной мной пять месяцев назад, и по итогу оказавшейся слишком просторной для одного человека, я наконец сдалась и, тяжело выдохнув, сняла с себя тяжелое одеяло. Как только я сделала это, мне сразу же захотелось одеться потеплее, из-за уже неделю царившей в доме прохлады. Но вместо этого я быстрыми шагами направилась в ванную комнату, по пути морщась от холода, неприятно впивающегося своими острыми резцами, в мои голые стопы. Завязав высокий тугой хвост в свои густые каштановые волосы, я поспешно сбросила из себя хлопковую пижаму, последний оплот теплоты на моем остывающем теле, и шагнула в душевую кабинку. Аккуратно отстраняя голову от теплых потоков воды, я начала думать о том, что мне стоит прекратить забывать о необходимости приобретения нового колорифера, иначе с такими темпами я проживу осень и встречу зиму на первом этаже дома. А это плохо. Пусть такой большой дом и велик для меня одной, ни при каких условиях нельзя забрасывать второй этаж. Заброшенность одной комнаты мгновенно, пусть сначала едва заметно, отразится на общем состоянии дома. Запустение для дома подобно воспалению легких для человека. Запусти этот процесс, не отследи его течение, и незримая болезнь уверенно начнет поражать весь организм. Пока не превратится в очередную проблему, которая не станет терпеть игнорирование со стороны самоуверенного микроорганизма, должного отвечать за нормальное функционирование помещения, в котором он проживает. Мне срочно нужен новый колорифер. Сегодня же займусь этим пунктом. Мысленно разобравшись с этим и еще парой хозяйственных вопросов, смена лампы в кладовой и покупка батареек для техники, я обтерлась новым махровым полотенцем и, одевшись, начала приводить себя в порядок. Не обнаружив признаков бессонной ночи под своими карамельно-карими глазами, так их цвет однажды и навсегда для себя обозначила Сигрид, я удовлетворенно выдохнула, после чего решила едва заметно подчеркнуть свой уверенный взгляд черным карандашом и, распустив волосы, начала тщательно расчесывать их волны. Из-за их чрезмерной густоты я никогда не отращивала их больше, чем на пару-тройку сантиметров ниже лопаток. Большая длина доставляла мне дискомфорт и периодически заставляла задумываться о стрижке под парня, однако максимальный минимум, на который я раз в несколько лет замахивалась, не превышал линий плеч. Может быть, при такой густоте волос стоит наплевать на желание их отрастить? Взять и подстричься, что ли? Какой там у меня список внеурочных дел на сегодня? Колорифер, лампа, батарейки? Добавить посещение парикмахера? До рассвета всё ещё было слишком далеко. Спустившись на первый этаж, я включила тусклый свет в коридоре и старый напольный торшер в гостиной, после чего, прошагав на кухню, включила голубоватую подсветку рабочей кухонной поверхности рядом с холодильником. Заварив себе крепкий чёрный чай и, сделав пару горячих сэндвичей, я села за квадратный маленький кухонный стол, рассчитанный на две персоны. Правой рукой взяв пульт, я хотела включить небольшой телевизор, подвешенный в углу окна, за которым всё ещё разливалась ночь и давала себе знать едва уловимыми нотами тоски тихий октябрьский ветер. Но у меня не получилось этого сделать. Вспомнив о том, что у меня всё ещё нет батареек, я гулко выдохнула, встала из-за стола и, подойдя к телевизору, включила его при помощи скрытых с обратной стороны панели кнопок. Поняв, что попала на передачу о канадском национальном парке «Ау Юй Тук», я удовлетворённо опустила руки и вернулась за стол. «Природа — моя слабость». А с учётом того, что штат Мэн может похвастаться и потому регулярно хвастается своей природой, можно считать, что я постоянно живу в опасной близости со своей слабостью. Практически впритык к ней. Может быть, поэтому я по итогу и стала сильнее многих. Съев оба сэндвича и допив чай, я не заметила, как замерла под монотонный тихий мужской тембр, пытающаяся описать мне красоты парка, в котором я никогда не бывала и побывать не планировала. Прежде я не замечала за собой моментов впадения в прострацию. Однако сейчас, видимо, со мной случилось нечто подобное. Чего я ожидала? Зачем проснулась? Зачем приняла душ и позавтракала? Я неосознанно посмотрела на настенные часы, но прежде чем успела рассмотреть потускневший циферблат, вспомнила, что ещё неделю назад лишилась этих часов из-за очередной заглохшей батарейки. Так, всё. Вдруг, хлопнув себя ладонью по колену, мысленно вздохнула я. Трудоголизм меня до сумасшествия доведёт. Возвращаюсь в спальню, раздеваюсь, укладываюсь в постель и не покидаю её раньше восьми часов. С работы ухожу ровно в шесть, не позже, и уделяю время на решение бытовых аспектов своей жизни. Если не сегодня возьмусь за свой график, тогда-никогда. Встав с этими мыслями из-за стола, я начала загружать в посудомоечную машину грязную посуду. Уже захлопнув машину и помыв руки, я взялась за полотенце и начала протирать им влажные ладони, когда мой телефон, ещё накануне вечером, забытый мной на кухонном столе, начал издавать приглушённую вибрацию. Бросив на него косой взгляд, я с расстояния в три шага смогла рассмотреть, кто именно звонил мне в столь неуместное для разговоров время. Подойдя к столу и взяв телефон в руки, я посмотрела на время, высвечивающееся в углу экрана. 4.49. Входящий звонок был от Арнольда Рида, так что удивляться ему я не стала. На протяжении последних двух лет Рид периодически позволял себе названивать мне посреди ночи, при этом ни разу не позволив себе пойти на подобный шаг без наличия у него веской на то причины. Но впервые за два года причина его ночного звонка мне была настолько серьёзна. В Руаре произошло убийство.